Служение Дерека Принца представляет Это вторая из восьми кассет из серии «Что такое святость», на которой Дерек раскрывает тему ходатайства и поста. Он говорит о том, что ходатайство и пост является обязанностью, возложенной Богом на церковь. На этот раз мы провозгласим отрывок из первого послания Петра, 5 главы, заменяя где это нужно местоимение «вы» на «мы», чтобы это было для нас более личным. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, мы смиряемся под крепкую руку Божию, да вознесет нас в свое время. Все заботы наши возлагаем на Него, ибо Он печется о нас. Мы трезвимся и бодрствуем, потому что противник наш, дьявол, ходит как рыкающий лев, стремясь нас поглотить. Мы противостоим ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями нашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании нашим, да совершит нас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. На предыдущей кассете я затронул тему приготовления невесты, и это было своего рода вступлением к теме святости. Писание говорит, что церкви дано было облечься в праведные дела святых. Мы не сможем достичь святости, если не научимся делать праведные дела. В моем понимании, мы можем быть праведниками и при этом не быть святыми, но невозможно быть святым, не являясь праведником. На предыдущей кассете я упомянул два праведных дела, если вы помните, первое, это презирать сирот и вдов в их скорбях, и второе, нести Евангелие Царствия всем народам. Есть еще одно праведное дело, о котором я просто не могу не сказать, перед тем, как мы приступим непосредственно к изучению темы святости. Это ходатайство и молитва. Я верю, что ходатайство – это обязанность церкви перед Богом. Если мы не ходатайствуем, мы просто не выполняем свои обязанности. Я хочу особенно коснуться вопроса поста. Я лично убежден, что без постов никто не сможет достичь святости, потому что пост оказался в пренебрежении современной церковью. Но благодарение Богу, что церковь снова берет его на вооружение, и сегодня звучит новый призыв к посту. Недавно я проводил совместное служение с Биллом Брайтом, президентом и основателем служения Кампус Ки-Крусейд. Сейчас ему за 70, но за последние несколько лет он трижды постился по 40 дней. Неполным постом. В это время он употреблял немного сока. И поверьте мне, есть огромная разница между тем, когда вы пьете воду, и тем, когда вы пьете сок. Я верю, что Бог принимает и то, и другое, просто я вношу ясность. И в конце первого 40-дневного поста Господь сказал ему, что если Он убедит 2 миллиона американских христиан провести совместный 40-дневный пост и молитву, то Бог пошлет великое прождение. И я верю, что Он недалеко от Своей цели. Очень много людей откликнулись на Его призыв. Мы с Руфью были на конференции Кампусского Крусейда. Она называлась «Пост и молитва 96», которая проходила в Сент-Льюисе. Она началась в четверг вечером и закончилась в субботу после обеда. На ней присутствовало около 4 тысяч человек из самых разных динаминаций. Я был очень впечатлен. Прославление проводил какой-то молодой парень под аккомпанемент фортепиано, но это было лучшее поклонение из того, что мне доводилось слышать уже многие годы. Я был в абсолютной гармонии с общим поклонением. На этой конференции баптисты проповедовали как пятидесятники. Особенно мне запомнился один служитель, у которого во время 40-дневного поста Господь исцелил жену от рака. Он весь просто пылал огнем. Я очень тепло отношусь к Биллу Брайту. Я не уверен, все ли из вас слышали о миссии «Кампус Крусейд». Это именно они занимаются прокатом фильма «Иисус», который лично я считаю одним из мощнейших средств евангелизации во всей истории церкви. Итак, давайте поговорим о хадатайстве и посте. Я хочу начать с 59-й главы Исаии, стихи с 14-го по 16-й. Мне кажется, в этих стихах очень точно описано современное общество. «И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти». Наблюдая за событиями, происходящими на современной политической арене, я соглашаюсь со словами Исаии. «Истина приткнулась на площади». И далее говорится, «И не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению». Уже не за горами то время, когда для того, чтобы впасть в немилость людей, вам не нужно будет иметь непримиримую позицию праведника. Будет достаточно просто того, что вы не участвуете во зле. И вот реакция Господа. «Не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению». И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. «И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника, или ходатая». Я верю, что эти слова в точности подходят для описания некоторых ответвлений современной церкви. Господь удивляется, что нет ходатаев. Теперь давайте откроем 22 главу Иезекииля. У меня есть одна проблема, которая связана именно с этой главой. Если уж я до нее дохожу, то это надолго. Но сейчас я хочу просто показать вам Божьи отношения, Божий взгляд на ходатайство. Начиная с 23 стиха. Иезекииль 22, стих 23. Обратите внимание, что в этих стихах Господь обличает в грехах четыре категории людей. И Господь не случайно выбрал именно такую последовательность. Во-первых, пророки, затем священники, князья и народ. Заметьте, что на первом месте ни князья, ни светские правители. На первое место Господь ставит пророков и священников. Именно с них, если вы проследите в Писании, всегда начинались все проблемы. Светские власти могут поступать нечестиво, но не они источник нечестия. Настоящий источник проблемы кроется в тех, кто, называясь представителями Господа, извращает свои пути. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, скажи Ему, Ты, земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева». Я вспоминаю, как где-то в 58-м году один из моих кенийских студентов, прочитав этот стих, сказал, «Эту землю сможет очистить только дождь Святого Духа». Эти слова надолго засели в моей памяти. «Земля, на которую не пролился дождь Святого Духа, считается неочищенной». Дальше Иезекель говорит, «Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий». Мы будем читать сейчас только интересующие нас слова. 26 стих. «Священники ее нарушают закон мой, и оскверняют святыни мои, и не отделяют святого от несвятого». Стих 27. «Князья у нее, как волки, похищающие добычу». В 28-м стихе Господь снова возвращается к пророкам, а пророки ее все замазывают грязью. По моим наблюдениям, эти слова очень точно описывают современную церковь. Все замазывается грязью. Но когда начнется дождь, потоки воды смоют всю эту грязь. Мы очень несерьезно отнеслись к таким вещам, как грех, праведность и ответственность. Дальше, в 29-м стихе, говорится, «А в народе угнетают друг друга». Но заметьте, народу предъявляются претензии в самую последнюю очередь. Мы клеймим наркоманов и гомосексуалистов, но они в самом конце списка. Все начинается с пророков, и священства, и с духовенства. Прочтите некоторые высказывания духовенства о гомосексуализме, и вы увидите, что они осуждают других в том, в чем они повинны сами. Благодарение Богу за африканских епископов. Я встаю в почтение перед верой этих служителей. Теперь мы подошли к кульминации этой главы. В стихе 30-м говорится, «Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Какая трагедия? Господь искал и не нашел ни одного. Обратите внимание, что от такого человека требовалось две вещи. Во-первых, поставить стену. В нашей современной культуре под основанием снесены все стены разделения. В частности, разделение между мужским и женским полами, которое Господь сотворил от начала. Я живу уже много лет, и падение этих стен проходило прямо перед моими глазами. В книге Второзакония говорится, что Господу противно, когда мужчина одевается в женскую одежду или женщина в мужскую. Я думаю, что Господь не пытается диктовать моду. Он говорит, что женщина должна одеваться так, чтобы было видно, что она женщина, а мужчина должен одеваться так, чтобы было понятно, что он мужчина. Большинство мужчин, слава Богу, что не все, перестали отращивать бороды, а женщины носят короткие стрижки. То есть, еще одно отличие ушло в прошлое. Человек, которого искал Господь, должен был восстановить стену разделения, восстановить границы и стать в проломе между народом и Господом. То есть, ходатайствовать. Ходатайство – это заступничество. Авраама можно назвать заступником Содома. Вы помните, как Господь с двумя ангелами явился Аврааму? После беседы ангелы, вероятно, отправились вперед, а Господь задержался. И Авраам стал между Господом и Содомом и начал торговаться. Он начал с пятидесяти и окончил десятью. Господь пообещал, что если он найдет в Содоме десять праведников, он пощадит весь город. В Содоме не оказалось и десяти, но Авраам, вставший между Господом и объектом его гнева, стал для нас совершенным образцом ходатая. Меня глубоко коснулись слова, «Искал я у них человека». Я верю, что ходатай должен быть представителем того народа, за который он ходатайствует. Тридцать лет моей жизни я прожил в Соединенных Штатах Америки. И я благодарен американским христианам за их радушие и благословение. Но я верю, что ходатаем за Америку я не могу быть. Это не моя страна. Ходатай должен быть из того народа, за который он молится. Это должен быть человек, который может сказать, «Господь, если ты хочешь поразить их, тебе придется вначале поразить меня». Вот каким должен быть ходатай. Теперь я хочу увязать вместе ходатайство и пост, так как я лично убежден, что пост – это неотъемлемая часть ходатайства и неотъемлемая часть духовной жизни и дисциплины. Я верю, что никто не сможет достичь святости без постов. Будучи молодым пастором, новичком в служении, я увлекался трудами Джона Уэсли. В то время мы, пятидесятники, вовсю заявляли, что мы достигли полноты истины, полноты Евангелия. Но прочитав труды Джона Уэсли, я задумался, «Если вся истина у нас, то что тогда было у него?» Судя по его трудам, у него было гораздо больше, чем у нас. Однажды он сказал, что человек, не желающий посвятить себя молитве и посту два раза в неделю по средам и пятницам, по крайней мере до четырех часов вечера, не может быть служителем методистской церкви. Это были минимальные требования. Теперь это осталось в прошлом. Современные методисты сильно изменились. Теперь позвольте мне вместе с вами исследовать тему поста. Мы начнем с книги Левит, 16 главы, которая говорится об обязанностях священников в день искупления, Йом-Кипур, который является святейшим днем еврейского календаря. Интересно, что уже 3400 лет евреи во всем мире постятся в этот день. Они продолжают это делать и до сего дня, даже те из них, кто не имеет никакого отношения к религии. Не все, конечно, сейчас продолжают поститься. Эта традиция все больше и больше уходит в прошлое. Обычный пост для евреев означал отказ от всякой пищи, кроме воды. Нет, и воды тоже. Без пищи и воды около 26 часов. От заката до заката следующего дня. Это для вас краткий экскурс в историю. Итак, Левит, 16, 29. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами». Слово, переведенное на русский язык как «смиряйте», это очень сильное слово. Это же самое слово используется для описания унижения, которое мужчина причиняет женщине через сексуальное домогательство. Это слово имеет оттенок насильного навязывания. «Ибо все день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед Господом». Заметьте, что священники должны были исполнить свою часть обязанностей в этот день с постом. В противном случае, они остались бы без благословения. Я верю, что это указывает нам на Господа Иисуса, который, будучи нашим первосвященником, совершил наше искупление. Но для того, чтобы получить благословение этого искупления, мы должны соблюсти условия. Читаем дальше. «Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши». Это постановление вечное. Бог хочет сказать этим, что еврей перестает быть евреем, если он не наблюдает день искупления. Теперь я хочу попытаться вкратце объяснить, зачем мы должны смирять наши души. Я бы объяснил это так. Мы состоим из Духа, Души и Тела. Дух дан нам от Бога. Тело было сотворено из земли, а душа образовалась из слияния Духа и Тела. Душа, которую еще можно назвать эго, это наша личность. Именно она говорит, «Это я буду делать, а это не буду». С ее помощью мы принимаем решение. Она эгоцентрична, высокомерна, требовательна и своенравна. И Бог говорит, «Смири это». Ты должен это сделать. Скажи своей душе, «Мне все равно, что ты хочешь. Для меня важно, что хочет Бог. Мне все равно, какое у тебя мнение. Для меня важно, что говорит по этому поводу Господь. Мне неинтересно, что ты чувствуешь. Я хочу знать, что на сердце у Господа». Я верю, что это относится к каждому из нас, так как у каждого человека есть душа. По своей природе мы бунтари. Наша душа бунтарка. Адам не только сам взбунтовался. До бунта у него не было детей. Его дети родились в бунте, и поэтому каждый потомок Адама бунтарь по своей природе. Когда мы получаем дар спасения, нам прощаются все грехи, и это здорово. Но нужно еще разобраться с бунтарем. Он подлежит смертному приговору. Наш ветхий человек сораспет со Христом. Во Христе приговор приведен в исполнение. Таким образом, в искуплении есть два аспекта. Многие верят в то, что Бог простил их грехи, но забывают, что нужно еще разобраться с бунтарем. Поэтому они продолжают жить старой бунтарской жизнью. Мы должны смирить свою душу. Я часто вспоминаю одного юриста из Вашингтона, который однажды услышал мое учение о посте, и он решил провести однодневный пост. Я услышал эту историю от него лично. Он рассказал, что у него получился отвратительный день. Всякий раз, проходя мимо ресторана или продовольственного магазина, он испытывал непреодолимое желание наесться. Однако он вытерпел до конца. И вот в конце этого дня он обратился к своему желудку и сказал, «Желудок, ты доставил мне много проблем. Ты вел себя, как какой-то бунтарь. И за это ты будешь наказан. Ты проведешь еще один день в посте». Вот как нужно поступать с бунтарскими настроениями в желудке. В 34-м псалме, 13-м стихе, я прочитаю только одно предложение. Давид говорит, «Изнурял постом душу мою». На Иврите говорится, «Я смирял мою душу постом». Вероятно, Давид противостоял каким-то душевным настроениям. В самом начале этой кассеты мы с Руфью провозгласили отрывок из 1 Петра 5 главы. «Мы смиряем себя под крепкую руку Божью, да вознесет нас в свое время». Библия предлагает пост как эффективное средство смирения. Теперь я хочу совершить краткий экскурс в библейскую историю, чтобы узнать, кто, как и почему в Библии постился, и к каким последствиям это привело. Во-первых, давайте посмотрим на людей, о которых обычно не проповедуют. «На мужей из Иовиса Галаатского». Это записано в Первом царстве, в последнем стихе этой книги. Первое царство, 31, стих 13. В то время Израиль был в ужасном положении. Филистимляне только что разгромили их армию, убив царя Саула и его сыновей, и повесив их тела на стене города Берсана. Тем временем Давид, на которого была единственная надежда в этой ситуации, возвратился в свой стан и обнаружил, что амаликитяне разграбили его стан и увели с собой всех жен, детей и рабов. И поэтому Давид отправился в погоню за ними. То есть я хочу сказать, что израильтяне были в самом жалком положении со времени, когда они впервые вошли в обетованную землю. И в этой ситуации жители Иовиса Галаадского воздают последние почести царю Саулу за то, что когда-то он спас их от руки амалика, который хотел выколоть у каждого из них правый глаз. Эта история хорошо известна мне, так как приблизительно в 1950 году я совсем по-новому начал понимать, что такое пост. Я принял решение проводить в посте целую неделю. По-моему, это был ноябрь. Было довольно прохладно. И я размышлял сам в себе, интересно, от семидневного поста не умирают? Я не был уверен, что человеку под силу остаться без пищи целую неделю и выжить. И вот мне попадается отрывок из первой книги царств, где говорится о жителях Иовиса Галаадского. Я подумал, если они смогли поститься семь дней, то я смогу это сделать. У каждого из них были свои обязанности, стада, которые нужно было постить. Поэтому я успокоился. И эта история стала поворотной точкой истории Израиля. Первая книга царств полна историями разделения, упадком и поражения. Во второй книге царств ситуация полностью меняется. Она изобилует историями победы, объединения и восстановления. Почему? Семидневный пост жителей Иовиса Галаадского, которые в течение семи дней постились, и это привело к изменениям в истории Израиля. Если кто-нибудь из слушающих меня хочет оказывать влияние на ход истории, я лично убежден, что пост — это самый эффективный способ. Мы все хорошо знаем историю о Ниневии, записанной в книге пророка Ионы. Во всяком случае, я надеюсь, что вы знаете эту историю. Иона 3, стихи с 4 по 10. Господь послал Иону в Ниневию, но он туда не пошел. Я лично думаю, что так как Ниневия была частью Ассирийского царства, которое в то время враждовалось Израилем, то спасение Ниневии означало бы проблемы для Израиля. Я лично считаю, что именно поэтому Иона не захотел идти в Ниневию. Но в любом случае, мы знаем, что Иона оказался в очереве Кита, и там внутри Ионы что-то изменилось. Много лет назад, где-то в 1971 году, когда о харизматическом движении только начинали говорить, однажды в Сиэтле человек по имени Деннис Беннетт, который сейчас уже с Господом. Его церковь и еще несколько пасторов решили проводить совместные встречи проповедников-харизматов, так как в то время мы были очень разрослены, проповедовали каждый о своем, не имели никаких взаимоотношений друг с другом, и поэтому мы решили собираться вместе. Нас собралось около 40 человек, очень разношерстная компания, там были католики, англикане, баптисты, и еще угадайте кто. Люди типа меня. Это настоящее чудо, что мы выжили. мы потратили целый день, разбирая тему крещения, и полдня на бесов. И я был там. У нас не было денег, и поэтому мы решили, что каждый вечер два-три человека будут проповедовать в церквях города и приносить остальным пожертвования. Мы говорили пасторам, даем вам обещание, что каждый раз мы будем послать к вам разных проповедников. Первый вечер меня распределили в пару с лютеранином. Моя первая жена была выходцем из лютеран, и для нее лютеранский пастор значил примерно то же самое, что красный цвет для быка. На это у нее было много причин, в которые я не буду вдаваться. И вот меня распределили с этим дорогим лютеранином. В конце вечера я подумал, ну, наконец-то, теперь следующий. На следующий вечер меня опять прикрепили к лютеранину, и на третий день то же самое. Так что в конце я сделал вывод, что на свете есть по крайней мере один хороший лютеранин. Его звали Лерри Кристенсен, и я думаю, что многие из вас слышали о нем. Затем на наши встречи стали заходить пасторы местных церквей, Я сам был пастором в Сиэтле, и поэтому многих из них знал лично, и они стали говорить странно, но эти служения влияют на город гораздо сильнее, чем специально организованные для этого собрания и мероприятия. Сидя в кресле огромного Боинга, несшего меня из Сиэтла домой в Форт Лаудердейл, я размышлял на тем, почему эти служения оказали больше влияния на город, чем другие. И у меня состоялся небольшой диалог с Господом. Вы можете не принимать этого, это мои личные переживания. И так я спросил, Господь, почему эти служения оказали такое влияние? И Господь ответил, с кем у меня было больше проблем, с Ионой или с Ниневией? Я сказал, Господь, после того, как ты решил проблемы с Ионой и с Ниневией, все произошло как бы само собой. И я верю, Господь ответил, у меня нет проблем с людьми, у меня есть проблемы с проповедниками. На нас лежит огромная ответственность. Я случайно не сказал с другими проповедниками? И вот история Ионы. Я верю, что человек, проведший в очереве кита три дня и три ночи, смотрит на жизнь другими глазами. Представьте, как Иона входит в Ниневию и так небрежно говорит, «Сорок дней, и от Ниневии останется пустое место». Что так это было? Нет. От уверенности, которая исходила из его голоса, весь город покаялся. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост и оделись во вретище, от большого из них до малого. Они знали, как знают все жители Ближнего Востока, что нужно сделать, если хочешь смирить, от самого себя, насилие рук своих. Ниневия была очень жестоким городом. Кто знает, может быть, Бог еще умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. В каком-то смысле, это очень удивительная история, потому что служение всего одного пророка изменило жизнь целого города. И интересно, что евреям Бог послал множество пророков, но никогда они не отреагировали на пророчества так, как Ниневия. И в итоге, Бог использовал Сирию как орудие для свершения суда над Северным Царством. Эта история является для нас примером того, как целые города могут изменяться, когда Божий народ сняется перед Богом. Теперь давайте перейдем к истории о Бесфире. Я надеюсь, что вы знаете эту историю. Аман Вугьянин убедил царя Артаксеркса издать указ об уничтожении евреев в определенный день. Очевидно, Аман занимался оккультизмом, так как для выбора дня он бросал жребий. О готовящемся заговоре узнала царица Эсфирь. И при этом никто не подозревал, что она также была еврейкой. Ее дядя Мордахей научил, как нужно поступать в этой ситуации. И мы прочитаем 4 главу, 13 стих. И сказал Мордахей в ответ Эсфири, «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из тех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского? По-моему, Эсфирь это один из самых замечательных библейских персонажей». И ответила Эсфирь в ответ Мордахею, «Пойди собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Это посвящение. «Если погибнуть, то погибну, но сделаю так, как ты говоришь». И пошел Мордахей и сделал, как приказала ему Эсфирь. «На на третий день Эсфирь оделась по-царски и стала на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме, прямо против входа в дом. Господь благословил меня через этот стих. Никто не имел права войти в царский двор во вретище. И я верю, что после того, как церковь смирится, Бог хочет, чтобы она облеклась в царские одежды и вошла в присутствие царя. Дальше мы читаем. «Когда царь увидел царицу эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его и простер царь к эсфире золотой эскипетр». Это было знаком принятия. Дальше мы читать не будем. Это был очень серьезный пост. Представьте себе, что все население, вернее, вся еврейская часть населения на 72 часа отказалась от пищи и воды. Я дважды совершал такой пост и слышал, что специалисты не рекомендуют оставаться без воды на более длительный срок. То есть это нелегко. Я знаю одного служителя, который постился без пищи и воды в течение 17 дней. Его зовут Томми Хиггс. Он принимал участие в аргентинском пробуждении. Но я уверен, что это было сверхъестественно. Моисей дважды постился по 40 дней без воды и еды, но это было абсолютно сверхъестественно. Поэтому не отказывайтесь от воды более чем на 72 часа. пища это другое дело. Возвращаясь к нашей истории, вы знаете, что вся ситуация была полностью изменена. Теперь давайте перейдем к следующему примеру. Ездра и возвращающиеся переселенцы. Восьмая глава книги Ездры, начиная с 21 стиха. Переселенцы из Иерусалима, находящиеся в Вавилоне, готовятся к возвращению в Израиль для восстановления Иерусалимского храма и государства Израиль. Им предстояло совершить довольно длинное и рискованное путешествие через землю, в которой жили враждемные племена. И естественно что стал вопрос, как себя обезопасить. И вот что решил Ездра. Читаем с 21 стиха. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам перед лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего. Помните, что у них были сосуды Дома Господня, имевшие огромную ценность. Обратите внимание, они смирили себя. Еще со времен Моисея евреи знают, что пост это средство смирения. Так мне стыдно было просить у царя войска и всадников для хранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к Нему есть благодеяющая, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его. Так и мы иногда своими словами загоняем сами себя в ситуации, где у нас не остается выбора. Если мы что-то говорим, мы должны это выполнить. Читаем дальше. Итак, мы постились и просили Бога нашего об этом, и Он услышал нас. Путешествие прошло благополучно, на пути им не повстречались ни кочевники, ни какие-нибудь другие опасности. Это путешествие длилось около трех месяцев. Эта история помогает нам понять, что такое настоящее посвящение Господу. Мне нравится учить на эту тему в Америке, так как первые американские переселенцы были выходцами из Англии, бежавшими от религиозных преследований. Однажды в Голландии произошла встреча группы, готовящейся к отплытию в новый свет, И когда их предводитель по имени Робинсон узнал, что на следующий день им предстояло отправиться в плавание, он сделал то же самое, что сделал Ездра. Он провозгласил пост. Они смирили себя, и Бог вознаградил их безопасным плаванием в новый свет. Я часто напоминаю американцам, что их история началась с молитвы и поста. Это пример для всех нас. Давайте теперь посмотрим, что говорится о посте в Новом Завете. И кто для нас является примером номер один? Конечно же Иисус. Откроем 4 главу Матфея, стихи 1 и 2. Матфея 1, 4 глава, стихи 1 и 2. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола и постившись 40 дней и 40 ночей напоследок взалкал. Из этих слов я делаю вывод, что Иисус мог пить воду, иначе его бы больше мучила жажда, чем голод. И теперь Лука 4 глава, 1 стих. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. В 14 стихе говорится, что Иисус возвратился из пустыни, исполненный силой Духа. То есть исполниться Духом Святым это одно, а служить в силе Духа Святого это что-то другое. 40 дней поста перевели Иисуса из одной стадии в другую. И я лично верю, что многие христиане исполнены Святого Духа, но только некоторые служат в силе Духа. Иисус наш образец. И я верю, что пост это ключ, с помощью которого сила Святого Духа высвобождается в нашей жизни и служении. Как долго вам нужно поститься, это уже другой вопрос. Решайте его с Господом. Теперь давайте посмотрим, чему Иисус учил в 6 главе Матвея. Это часть Нагорной проповеди. В этой главе Иисус трижды повторяет слово «Когда?» Матфея 6, 2. Иисус говорит «Итак, когда творишь милостыню». В более ранних переводах это звучало «Когда протягиваешь твою руку бедным». Знаете, почему эта фраза была изменена? Она нам больше не нужна. Мы перестали это делать. Но Иисус имел в виду именно это. Когда Он говорит «Протягиваешь твою руку к бедным». Мне лично не нравится слово «милостыня». Некоторые слова постепенно выходят из обихода. И знаете почему? В них отпадает надобность. Например, слово «кроткий» почти что вышло из обращения. Почему? Потому что почти не осталось кротких людей. Это трагедия. Смирение и кротость это не одно и то же. Смирение это состояние сердца. Кротость это образ поведения. Как бы то ни было, Иисус говорит «Итак, когда творишь милостыню». И затем в пятом стихе Он говорит «Когда ты молишься?» И приводит образец молитвы, которую мы называем «Очень наш». И в шестнадцатом стихе Он говорит «Когда поститесь?» Для меня совершенно очевидно, что Иисус ожидает того, что все Его ученики будут давать милостыню, молиться и что? Поститься. Иисус не сказал «Если вдруг ты надумаешь?» Он говорит «Когда? Когда? Когда?» Большинство христиан считают Нагорную проповедь основным моральным кодексом христианской жизни. Евреи постились всегда. Другой вопрос, что иногда они делали это с неправильными мотивами, но пост всегда был неотъемлемой частью их религиозной жизни. Помните фарисея, который хвалился, говоря «Я пощусь два раза в неделю?» У него были при этом неправильные мотивы, но тем не менее. По-моему, пост — это крупный недостающий фрагмент в общей мозаике. И неудивительно, почему нам мозаика кажется неполной. Теперь давайте посмотрим на лидеров ранней церкви, точно таких же людей, как и мы с вами. Деяние, 13 глава, стихи 1 и 2. В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учители Варнава, Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Саввел. Обратите внимание, Саввел стоит в конце списка. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Саввла на дело, к которому я призвал их». Большинство из вас согласятся, что этот момент стал поворотной точкой истории церкви. Многие называют это началом миссионерского служения. Очень важно, чтобы мы с вами поняли, что это произошло в результате поста и молитвы. Когда они служили и постились, они смогли услышать указания Господа и исполнить Его волю. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. То есть, они постились не только для того, чтобы получить откровение, но и для того, чтобы отделить миссионеров. Кстати говоря, «миссионер» это не библейское слово. Любобытно, если вы хотите узнать, как можно начать апостольское служение, вот вам яркий пример. Пророки и учители служили Господу и постились. Бог проговорил к ним, двое из них были отделены на служение, и в 14-й главе эти двое уже дважды названы апостолами. Деяние 14-4. «Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов». И 14-й стих, «Но апостолы Варнава и Павел». Когда они стали апостолами? В тот момент, когда церковь по водительству Святого Духа отделила их на служение. Если вы стремитесь к апостольскому служению в церкви, вот вам простой образец того, как оно может начаться. Я говорю, «может». По крайней мере, это то, что нам открыто в Писании. Дальше, в 23-м стихе этой главе апостолы, завершив свое служение, рукополагают пресвитеров. Рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Итак, отделение на миссионерское служение, или, выражаясь библейским языком, апостольское служение, и рукоположение пресвитеров происходило с молитвой и постом. Два ключевых решения, которые должна принимать церковь, это кого послать и кого рукоположить в пресвитеры. Ни то, ни другое, нигде в Писании не происходило без поста. А теперь давайте откроем пророка Иаиля. Я честно признаю, что многое в пророчествах Иаиля для меня сокрыто. Я пока не смог выстроить последовательную картину его пророчеств. И сейчас я хочу коснуться только того, что интересует нас по данной теме. Иаиля 2, 15-17. Я даже не знаю, в каком историческом контексте это происходило. «Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ и созовите собрание». То есть, отделите собрание на время поста. «Пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невесты и своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники». Здесь упоминаются все типы лидерства поместной церкви. Ипостора, и священники, и старейшины. А сейчас давайте прочитаем 28-й стих, в котором Господь говорит, «И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть». В день Пятидесятницы Петр процитировал этот стих, добавив фразу «в последние дни», но в оригинале этого нет. После чего? После того, как они исполняют то, что им сказал Господь. То есть снова мы видим, что смирение и пост Божьего народа – это ключ к излиянию Божьего Духа. А теперь давайте ответим на такой важный вопрос. Почему и как правильно смиряться? Многим из нас знакомы слова, «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим и будут молиться, взыщут лица Моего и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю их землю». Но как смирить себя? Вот вам два простых совета. Первое послание Иоанна, первая глава, девятый стих. Здесь написано «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Исповедание грехов перед Богом – это лучший способ смирения. Если вы будете делать это с искренним сердцем, у вас не останется места для гордости. Это то, что касается смирения перед Богом. Бог никогда не обещал прощать неисповеданные грехи. Он может простить все, кроме того, что мы отказываемся исповедовать. В послании Иакова, 5 главе, 16 стихе, говорится «Признавайтесь друг перед другом в проступках, хотя правильно было бы перевести в грехах». В оригинале здесь стоит то же самое слово, которое везде в Новом Завете переведено как грех. По-видимому, и это мое личное мнение, что переводчики были не согласны с идеей исповедания грехов перед священниками, поэтому они изменили слово, но правильно было бы сказать «исповедовать грехи». Вы можете проверить это по любому справочнику. Признавайтесь друг перед другом в грехах и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Вот вам еще один очень простой способ смирения. Вряд ли вы сможете надмиваться над человеком, которому вы только что исповедали свой грех. Именно поэтому это порой так тяжело. Это уничтожает нашу гордость. Это рецепт для восстановления взаимоотношений между мужьями и женами. Когда муж говорит жене «Дорогая, прости, я был груб с тобой, говорил с тобой в плохом тоне, мне не следовало этого делать». Какое еще место остается для гордости? Или если жена говорит «Дорогой, прости, я относилась к тебе без почтения, я говорила то, что не нужно было говорить». Это полностью уничтожает гордость. Конечно же, не навсегда. Вам придется поступать так в каждой ситуации. Исповедание грехов — это библейский рецепт смирение. Звучит просто, но на деле это не так просто. Тяжелее всего прощать тех, кто нам ближе всего. Вы можете легко простить почтальона, но как насчет того, с кем вы делите свое брачное ложе, вашего мужа или жены. Но с этого все и начинается. Смирится народ мой, который именуется именем моим. Мы сами должны себя смирить. Бог не сделает это за нас. Он возложил эту ответственность на нас. Теперь я хочу поделиться моим личным свидетельством. Я обрел спасение в армейском бараке или лучше сказать казарме. Как вам будет угодно. Это произошло в очень красивом приморском городке графства Йоркшир. Хотя я был родом не из Йоркшира, мне нравились эти добродушные люди. Местные жители приглашали нас в гости и делали для нас очень много добра. Однажды меня пригласили в гости и история закончилась моим спасением. Поэтому не забывайте о гостеприимстве. Мое спасение произошло несколько нетрадиционно, я бы сказал. Посреди ночи в нижнем белье, лежа на полу с поднятыми вверх руками. Я никогда не видел и не слышал ничего подобного. Я был прихожанином англиканской церкви, и у нас никогда ни о чем подобном не говорилось. Хотя я знал Библию, я был духовным невеждой. То есть я знал Библию, нас учили Библии в школе. Той же ночью я был крещен и в Духе Святом, и Библия вдруг ожила и открылась для меня в совершенно новом свете. Все знавшие меня удивлялись, что такой безбожник, как я, оказывается, знает Библию. Слова просто лились из моего сердца. Через несколько недель наш корпус перебросили на Ближний Восток, где я и провел следующие четыре с половиной года. Тогда я еще не знал, как Бог говорит с людьми, но у меня появилось большое желание отделять один день в неделю для поста. Поверьте мне, я никогда не был знаком с людьми, которые бы в своей жизни практиковали пост. Итак, в 41-м году, насколько я помню, я принял решение поститься один день в неделю. Я жил среди солдат, которым не было особенного дела до постов. вскоре меня поставили отвечать за отделение санитаров-носильщиков. Всего нас было 11 человек, 8 санитаров, 2 водителя и я. Все мы жили в кузове грузовика. Обычно мы ставили палатку полевого лазарета над небольшими углублениями, вырытыми в земле, и нас называли пионерами принца. Это название придумал не я, оно пришло как-то само. И как бы то ни было, все это время, каждую среду я отделял для поста. И естественно, это было невозможно скрыть от сослуживцев. В это время наш корпус базировался в Египте, в стране с мусульманской культурой, и поэтому солдаты называли мои посты по средам Рамаданом. Я далеко не такой духовный, каким бы мне хотелось быть, но я знаю, что эти посты многое изменили в моей жизни, и я не собираюсь отказываться от своего правила проводить один день в неделю в посте. Иногда я постился по три недели, и я могу вам сказать, что это работает, во время конференции, на которой я учил вместе с Биллом Брайтом, я почитал, что начиная с 1941 года, я провел в посте больше трех тысяч дней, что в общем составляет больше восьми лет. Если бы Господь сказал мне, я хочу, чтобы ты постился восемь лет подряд, это слишком, но один день в неделю этого вполне недостаточно. Я благодарен Господу за это. Я был бы глупцом, если бы отказался от поста. Мой дух очень бы страдал от этого. Каждая из моих жен постились вместе со мной. Лидия и затем Руфь. Завтра среда. И угадайте, что у нас назначено на завтра? Я хочу бросить вам вызов. Я лично верю, что пробуждение не придет в наши страны до тех пор, пока народ Божий не смирит себя в молитве и посте и не начнет взывать к Богу. Я верю, что Бог хочет послать пробуждение. в 1953 году я веду мой подсчет начиная с первой конференции Билла Грэма в Херингее, на которой я был служителем. И это происшествие произошло до этой конференции, поэтому это явно было в 1953 году. Однажды я проснулся около двух часов ночи, я пробудился, и Господь говорил со мной явным голосом, никогда до этого или после того Бог не говорил со мной вслух. Бог сказал, в Америку и Великобританию придет великое пробуждение. Потом Он говорил со мной о моей жизни и служении, и я не буду рассказывать вам об этом сейчас. И я верю, что это произойдет. Я верю, что придет великое пробуждение. Много из того, что сегодня называется пробуждением, не имеет на самом деле никакого отношения к пробуждению. Но я верю, что когда Бог говорит великое пробуждение, это будет действительно великое пробуждение. Я верю, что оно начнется в Америке и потом захлестнет Великобританию. В этом наша единственная надежда. Больше надеяться не на что. Мы утопаем, мы сбились с пути, мы так далеко отошли от Бога и Его стандартов, что если мы не смиримся и не будем взывать к Нему о милости, нам конец. Но надежда не в политиках. даже не в лидерах церкви. Надежда в тех, кто смирит свою душу постом. Это должно делаться с правильными мотивами, под водительством Святого Духа, потому что только Он может научить нас, как это делать правильно. Я хочу предложить вам, слушающим меня, отделить один день в неделю для поста. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за ваше терпение. Аминь. Докставаря, я еще даже не начал учить о святости. Это всего лишь вступление. Я подумал, что бесполезно начинать учить о святости, не разобравшись вначале с тем, какие праведные дела ожидает от нас Господь. Спасибо. Продолжение следует...